Среди россиян стали востребованы вакцинные туры в европейские страны, куда разрешен въезд по российским сертификатам о вакцинации против ковида. Спрос на них вырос в десятки раз. Среди популярных в Европе без виз Сербия, с визами Хорватия, Болгария, Греция, ФРГ. В ближайшем зарубежье Армения. Добавлю, что спутник Лайт и спутник ВИД до сих пор не признаны Всемирной организацией здравоохранения. Мы спросили у жителей Бурятии, хотели ли бы в Европу они... Вы когда-нибудь были в Европе? Здравствуйте, нет, не была. А хотели бы? Пока нет. А вы знали, что российская вакцина не признана в ВОЗ, поэтому российские граждане не могут посещать ряд европейских стран, в том числе и США. Как вы к этому относитесь? Нормально отношусь я, за границей не стремлюсь пока. Ну, хотелось бы, особенно Франции повидать. А вы знали, что российская вакцина не признана в ВОЗ, поэтому российские граждане не могут посещать ряд стран Европы, в том числе и США. И как вы к этому относитесь? Ну, отнесусь нейтрально. Мне кажется, это немного нетолерантно по отношению к России тогда. И, ну да, мне кажется, это нетолерантно. И все, наверное. Вы были в Европе? Нет. А хотели бы? Да не особо. Вы были в Европе? Нет, конечно. А хотели бы? Хотела бы. А вы знали, что российская вакцина не признана в ОС, поэтому российские граждане не могут посещать ряд европейских стран, в том числе и США. Вот как вы к этому относитесь? Конечно, отрицательно. Она, наши вакцины тоже хорошие. Очень хорошие. Как-то знаете, вот эта непонятная ситуация, почему в одних странах признают, в других странах это не признают. То есть, однозначно ответа на этот вопрос не могу дать. Потому что, почему в некоторых странах можно, а в некоторых нельзя. Большинство горожан даже не знали, что наши вакцины не котируются на Западе. Для всех стран Евросоюза одобрены пять вакцин, одна из которых – двухкомпонентный Pfizer. Эксперты говорят, как только нашу вакцину признают, количество желающих привиться нашими препаратами вырастет.